Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот я уже показывала, как я высаживаю томаты с открытой корневой системой, когда они не в стаканчике, а вот из лотка. Я делаю дырку во влажном-влажном грунте, пролью их хорошо, потом туда заглубляю. Но у меня спрашивают, а как же быть со стаканчиками? Ведь для стаканчика нужно копать ямочку. Но чтобы вот в этой, видите, она у меня очень мокрая, аж это шавкает, чтобы там не копать ямочку, не мараться, я делаю точно так же. Этим же черенком заглубляюсь, только делаю вот так, размах диаметра побольше. Ой, упала. Неудобно одной рукой делать. Сейчас, подождите, я расширошу хорошенько. И туда этот стаканчик заглубляю и вот так просто, просто вот так вдавливаю. Видите, все. Он ровно сел в эту дырочку, которая ему предназначалась. Сейчас я после этого еще раз хорошо полью. Их, вода уйдет, и я сверху присыплю землей и перегноем. Видите, в стаканчике тоже высадить без проблем. Этим же моим вот этим чередком от лопаты, потому что вы понимаете, что я сейчас смочила там грунт, не очень хочется даже в перчатках возиться в этой, ну, в очень мокрой земле, она липнет к рукам. Вот, пожалуйста, заглубили. И, наконец-то, дождался томата с цветочком, когда ему выделят постоянное место. Все, до свидания. Это короткий видеоролик, ответ на вопрос, как же высаживать в стаканчиках по моему методу, когда я делаю глубокие углубления. Конечно, проще вот с такой открытой корневой системой туда затолкать их, но в стаканах тоже не проблема. Все, до свидания. Будем работать дальше. Уже я решила, утеплила все-таки вот эту стену, решила сегодня начать высокорослые высаживать, потому что у них уже произошла бутонизация. Сейчас покажу вот это чудо земли у меня. Вот, пожалуйста, уже бутончики, они хотят свести, хотят дать мне плоды. Значит, нужно их посадить.